мы сегодня решили подкрепиться перед нашими распродажами попить кофе очку да и вот такие вкусняшки у нас сегодня я думаю что она будет сегодня удача ларис после такого прекрасного завтрака как ты думаешь конечно ну что через через дорогие друзья здесь просто поместье огромное посмотрите во-первых дом очень красивый опять балкон стиле нового орлеана в луизиане и вот там такое живописное болото ну или озеро не знаю что это такое и много старинных деревьев ваши участка даже смотри ларис там за что оставили а балкон нет а вытяжка какая-то это пичка наверное то есть это там наверно можно любого каменная ну как камень на улице интересно это их собственное озеро как ты думаешь мне потому что да ну да ну вот это я понимаю о как красиво здесь мне напомнил тот дом помнишь которые мы были скарлетт очень красиво вот эту мы штучку видели где-то где-то мы это видели уже с тобой это немецкий керамический такой вот для не знаю для чего для какого-то радио для пива может быть для пива здесь я должен быть полон и он стоит 200 чем-то долларов 295 и здесь необычный круглый стол мы круглых столов редко встречаем такие красивые большие дубовые стулья окно сделано прелестно мне кажется лариса здесь была очень красивая люстра на этой стене несколько интересных вещей мы хотим показать а вот это сан-франциско вы видите и это настоящая картина она нарисована с пописью автора принципе очень интересно а рядом на стене вот это формочки для выпекания они сейчас 30 долларов каждая то есть из печи из печи можно всякие разные ну не знаю пирожки пироги наверно ну то есть как бы я и как здесь говорят но вот мне кажется и они будут отпечатывать но кстати тут не сильно очень-то распечатано видно может быть они просто декоративные а что там написано франклин минт 1986 для гордон блю гордон блю но мне кажется что здесь не очень-то в принципе мне кажется это просто декоративные скорее всего чем его пекали они больше для декоратива но мне вот это больше понравилось с ежевичкой здесь вышивка тоже а да и здесь кто-то вышивал 64 года high school мне вот это с ежевичкой понравилось ух ты вы посмотрите какой здесь стол с огромным кувшином знаешь лариса что мне здесь больше всего понравилось сразу обратите внимание на картину слева это же наша тематика красивая керамика мне эта картина сразу очень понравилась мне полы понравились она и замечательная или обычные люстры тоже здесь что-то было наверно тут висела здесь возможно ты посмотри вам там творится интересно там уже интересно посмотрите вот этом столе вот такие прекрасные тарелка по видимо они висели на стене них сняли вот и здесь это джонс брад джонс брад из ингланд но видно что они уже такие старенькие это британские британские замки серия британских замкнут только один он всех 3 да не все одинаково на трех тарелках и вот я вижу что одна из них немножко с чипом авторы хорошие стане посмотрим конечно будет интересно посмотреть не вот этот понравился кувшин или что это глиняный да это глиняный это для можно наливать да вы видишь тискранчик то есть скорее всего или холодный чай уже про него говорили асти очень популярный на юге они все время пьют его сладкий холодный чай со льдом с лимоном можно что угодно ну либо просто что-то еще что хочешь на вино как-то думаю вино тоже я думаю что это вообще такие маленькие небольшие 7 штук тарелочка тоже англия ну по крайней мере на картинке до английские да вот такие маленькие тарелочки с английским коттеджем это для какого-то десерта видно были еще и побольше но осталось только одно и вот ряд нарисмин уже сразу нравится вот это ваза и мне то есть английская тарел фентон ну в принципе нам бы такие добрые заводчики жжда ну в принципе наверное на этом упасом обратите внимание посмотрим какого она года если она не слишком новая то может быть такой возьмем потому что она очень интересная декора будет смотреться дорогие друзья вот еще один стол на кухне вся кухня очень конечно красиво сделано здесь интересно нам она понравилась много в ней такой как скажем присутствует character или такой знаете характер характерный дух дух такой есть кухонный да и вот эти чашечки мужем такого фасона манера встречали как видите это стаффорд шая очень типичный стиль для стаффорд шая англия а вот здесь всего их ничего оставьте роскоши вот огромная бульонница я даже не знаю суп она очень большая не буду приворачивать не такая просто белая и тут же стакан такой же такой же стакан больших того графина на воде 2 точно ты права ларисе но еще красиво его для салата действия ложки там делать можно ну класс мне нравится тоже вот эта картина которая мне понравилась просто я не знаю мне кажется это то что мы как раз собираемся вот эти чайнички этого чашечки но она конечно не нарисованная почему такая дорогая не знаст уж с этой долл на красивую столь на рамочку узнаю да кстати говоря для ножей да это странно что он здесь не очень дорогой всего 30 долларов то что который мы видели он был очень дороже 100 баксов да если не больше вот такие типичные такие типичные японские вазочки они сходятся хорошо мне нравится ставить лапа потому что опять такой некос не классицизма стиль у нее и все здесь картики как всегда какой-то набор мы его видели на ряду таки нет это кстати ли муж франция как красота набор целый лимон же очень даже очень смотрите то есть вот у нас такие тарелочки блюдечка точнее с чашкой очень милый дизайн посмотрите обратите внимание на такое более интересное золото здесь красивые очень тарелки сами по себе ну конечно они старенькие и и предметов много я не вижу внизу стоят большие блюда и какие-то косроли или что-то вот ну так вот полного мы еще не видели вот еще сосник в принципе да тут интересно посмотреть такая очень интересная старинная печка при раз такой видимо на ну как сказать по стекло не знаю даже наверно какие может быть десятые годы здесь тоже еще одна необыкновенно интересная гостиная посмотрите как она здесь оформлено две огромные картины кардинал как я вижу на левой картине то есть какая-то вот ватиканская сценка и даже на правой тоже то есть и ну интересно и вот здесь красные оттенки по всему зала и чем камина уточки разные разные уточки за какую здесь озеро недалеко наверно тут как будет этот мотив сюда вписался и конечно же еще медведь но это камина для красавица это петраж такой красивый да очень красивый сильный сундук его цена 125 долларов интересно поможет это машинка как раньше машинки такие были помнишь в сундуках тоже нет непонятный но он деревянный не железно смотри здесь у камина какая-то еще интересная непонятная вход может быть туда трубочисты заходит чистить или санта-клаус приходит один угол видите эта картина картина цену я не вижу сколько они хотят продавать да не понятно а ну я вижу вот та стоит 850 но это также где-то стоит на столе здесь конечно опять эти вазочки которые у нас современные такие китайские такая интересная шкатулочка старинная но постарение шкатулка и вот такой интересный по моему разукрашивает то есть это художник а это китайский художник но это современная какая-то этикетка более-менее доус это какие-то специальные куклы их можно мыть до вашего да и японская япония все это японская вещь 135 долларов но интересно то есть мы можем и пробовать картина вот ватикан что-то здесь наверно папа что-то они туда читают геральту газету здесь посмотрите 5 вазочка таком вот стиле и рядом вот это наверное сразу все узнали это капоте монте написано ну как как есть потому что некоторые ну тогда не обидно это просто такой дизайн где-то наверное есть какие-то небольшие вот здесь сколы я вижу но в принципе не не понятны наверное не скол она так и сделано везде на картину лепесточки но не в плохом а вот вот где здесь вот здесь и вот тут немножко ручка не в плохом состоянии просто вам покажем знак капоте монте вот он энд с корона и здесь даже написано капоте монте ну как мы уже говорили это не оригинальная капоте монте фирма которая компания которая существовала в 18 веке это под стиль капоте монте огромнейшая тарелка просто огромная в греческом стиле 45 долларов я даже не буду брать первого рождения что это 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 пыль еще лариса тут она стояла видно ее нет рубли очень тонко таких домах всегда есть прекрасные мускайные инструменты в данном случае рояль да лариса посмотрите какая красота вот видно что как он внутри сколько он стоит мне интересно стоит интересно как он открывается где-то на открылся да не надо такие часики красивые они сочетаются с таким роялем да скажи очень красиво и опять окна красиво сделано вся обстановка очень прелестная смотрите вот это засохшие цветы картина стоит 120 долларов то есть вот ну как интересно они подобраны как они интересно там сделано смотрится конечно потрясающе но это идея до тех кто допустим любит делать гербарий да можно так и вот здесь мне тоже очень понравилось али смотри какое интересное тут но такие два кресла между ними вышитые такое пушек для погулять на интересно а здесь парная стойка то есть сюда можно было подавать разные напитки какая-то очень интересная игрушка таких никогда не видели это для иголок из зависит к эпохе пинкушем это куда вставляются иголочки чтобы не потерять то есть вот такая милашка даже в коробочке да очень интересная вот это непонятно а это не воротник такой наверное здесь открытая большие огромные блюда еще одна огромная футница бульонница и смотри какой интересный кресло с божьими коробками любят божьи коробки она качается это мне нравится как он присутствует со стабачкой вот такая вот красота марин посмотри какой большой сундук посмотрите это как будто бы в цирковое да а стулья сколько стоит не вижу цены возможно будет они уже и трудами 275 а ты видела одно хорошо понятно у ширма как без него и 5 интересный стол и стулья уже кожаные кожаные стульчики а здесь еще один тоже смотри еще один сундучок сейчас покажу 175 может здесь тюркачу или здесь еще один интересный букет просто весь дом таких интересных и декоративных моментах посмотрите даже не знаю что это какие-то засохшую домик мне кажется засохши не кажется возможно и вот такая ваза на 6 5 долларов и это все стоит на таком интересном столике в столик 350 долларов китайском стиле какое-то там резное вырезано или даже значит или китайские или даже такие домики бывают швейцарии уже я вижу двух троликов красавцев и вон смотри кока-кола мишка опять очень много дисков и пластинок мы резко встречаем вот такие индийские наряды куклы то есть какая-то целая коллекция просто интересная ну зависимости вот смотрю какая-то большая куклы скрыли какая-то нам не чуть-чуть на тут настоящий мир дайте какую-то северная северная народа и вот эти да ну вот эти на чем они знамениты да они вот видишься в бисер и бисерная обшивка не хочет этого считать ручная работа до ручная работа ну так вот на этих костюмах тоже город 500 я от вижу цена 500 и тут тоже 500 наверно они настоящие это какая-то шкура вы конечно и расшитые ручную бисером 500 долларов даже музейные практически куда же маска тут не специально кто-то собирал вот это русский усмотрит уж какие-то от у нас санта сделаны мне кажется тут несколько культур да возможно ну и несколько индийских культур и такая девочка еще здесь симпатичная она 60 долларов на этой стене ларисе мне понравятся эти две картины хотя конечно они современные но посмотрите как красиво они оформлены это как будто два таких замка старинных но весь весь дом конечно взял в таком стиле средневековье немножко и вот посмотрим цены его не видно узнаем какая цена возможно вот это мы тоже приобретем с тобой дорогие друзья здесь вот интересный шкаф нам понравился здесь конечно много всего такого что у нас привлекло и здесь много фигурок из по мотиву картин нормана роквелла вот посмотрите вот одна из них допустим мама падает или нет это по-моему девочка играет с куклами видишь три куколки у нее вот и здесь американская семья норман роквелл маленькие маленькая мама да да вот еще это конечно керамика это не фарфор вот видите собачку моет здесь но ты с его картин очень удобно купаем собачку у нее такие милые сюжеты если кто не знает этого автора вот именно с юмором да занимается такими ну то рисовал он такие сюжетики но это это не она да это хану да это хану кстати декорируем декорируем рождественскую елку называется сейчас покажем вам все это вот еще одна норма тут уже бабушка с дедушкой пакует мне кажется подарок про да рэпинг christmas present заворачиваем подарки вот такая вот красота и посмотрите у них такие как раз костюмы наверно вот именно 60-х годов мне кажется он в пижаме не дал в пижаме и это называется первые шаги baby первые шаги и у нас еще парочку наверху то есть довольно много здесь их вот это очень интересная картина по-моему называется первая стрижка до первая стрижка ты права ларис посмотрите вот они стрибут мальчика не развлекает ему дать какую-то вкусную конфетку чтобы он не расстраивался что его тут посадили и стригут и последние которые мы здесь видим еще одна фигурка вот здесь посмотрите у это что-то такое очень даже на это дочка собирается на промо да да sweet 16 16 лет то есть вот она идет на праздник 16 мама с папой очень рады вам виду я причесывала с расческой папа читать газету оценивает улбается ему очень нравится ну такие конечно сюжеты просто но помимо этого здесь еще есть еще кое-что интересное мне почему-то понравилось вот это вот посмотрели интересное название но к сожалению здесь ничего не написано и конечно мужа показывает это бисквитница вот в данном случае она и не стоит 50 долларов это бисквитница и мы ее покажем вам у нее есть ну конечно она уже сколькинг романа старенькая это красивый нарцисса да лариса здесь на ней а посмотрела здесь даже есть какая-то маркировочка небольшая фирма хорошо мы везде фирма здесь надо посмотреть точно мне еще он тебе подсвечники подсвечники английский коттедж две штучки еще парочка тарелок бариса посмотри вот такая ну я честно говоря посмотрим что это это просто мне кажется ну как бы сказать реплика под немецкую посуду дрезденовская и еще одна есть вот такая здесь хотя надо посмотреть под лупы я не совсем понимаю они вручную нарисованы или нет надо посмотреть будет более понятно мне кажется что я что-то вижу мазки но фирмам это нам не очень-то знакома хором байтаю симпатичная еще одна бисквитница многие собирали да да вот это 50 долларов стоит написано явно что это в англии там многие собирали бисквитница пойдем видишь нам ковровую дорожка красную дорожку нам с тобой постилили очень красиво здесь железная лестница посмотрите я хочу вот так вот показать вот этот шкаф очень интересный шкаф красивые портреты ну зеркало замечательное смотри какой столик да столик интересный здесь такая девушка 20-х годов 20-й да ну вот именно такой стиль ну что куда налево или направо лариса пойдем направо пойдем направо я вижу коллекция кукол мы решили свернуть налево и зашли вот в эту спальню да посмотрите здесь ну во первых тут два ссадинных платья причем одна три еще и с фотографиями как они смотрятся мне кажется это наверное ее оригинальная платья в котором она выходила замуж да это оно 100 долларов конечно непонятно какой это год но посмотрите давайте мы просто покажем детали ну как это явно и шлейф есть да ооо красота тяжелый атлас материал посмотрите вот эти пуговки здесь какие как раньше были да какие были и как оно здесь смотрите я немножко сниму чтобы вам показать то есть вот такой ну да это явно вот это платье на этой прекрасной женщине какой-то был присборенный такой атлас да и тут приличный атлас да это или что это атлас да очень такой тяжелый атлас причем смотрите такой интересный во-первых стульчик с секретером секретарь уже продан он явно старинный очень красивый маленький ну такой просто миниатюрный какой-то необыкновенный кресло необыкновенный кресло тоже кресло не продано за 45 долларов но я люблю открывать посмотрим да открывается очень легко выдвигается здесь тоже очень секретные всякие шкафчики и как вы видите вот здесь два прекрасных ангелочка это фирма дрестон у нас уже такие были у нас было четыре их это времена год это времена года да почему-то здесь только два ну конечно не сохранится поскольку они в каком они состоянии возможно мы их приобретем потому что те которые у нас были они у нас продались и друзья мы сначала начали овались подумали что только два и лариса посмотрите нашла еще двоих то есть теперь у нас полная коллекция четыре . времена года какая прелесть а что здесь еще ну скорее всего это немецкая а нет это япония написано вот скорее всего наверное это тоже это опять вот эта фирма которая почему-то мне кажется она да что это как бы в стиле ну не есть то что надо так полы скрипят да комод 950 долларов вместе с зеркалом классе скорее всего тоже винтажная но у них уже нет фотографий но если это вот семейные то если то двадцатые годы то наверное это тридцатые может раковые может быть дочка выходила замуж да и посмотрите там еще одна да ну это тоже какое-то старинное сейчас такие фасоны уже не носят может даже это не свадебное какое-то я не знаю может быть да накрещение или куда пошли загадочная женщина какая-то да да тоже свадебное платье как-то вот они любили здесь ну не знаю может быть родственники может это хозяева ну скорее всего какие-то ну близкие родственники дорогие друзья наверное первый раз видим вот так вот оформленная кукла необыкновенная конечно комната чердачная комната наверху стоит здесь и очень красивый комод ларис если ты покажешь сзади такой прелестный китайском стиле комод конечно очень красивый надо на него вам уже посмотреть но мне кажется что это не настоящий у меня 1200 долларов то есть что-то да действительно он какой-то необыкновенность такую цену но он более современный я уже вижу они старинные ой сколько же здесь куколок ларис это просто и маленькие и большие и даже вот я вижу какие-то вот национальных костюмах и вот там одна плачет я просто не могу это мне кажется здесь несколько поколений разных кукол которые были выпускались скорее больше коллекционной ларис больше вот какие-то вот именно коллекционные как живой вот этот ребеночек такой сидит да просто ни с чем то цены здесь различные Вот я вижу маленькие куглки 30 долларов, большие 40 долларов, 50 самые большие. Вот этого дедушку сюда приснили, смотри. Да, дедушку поставили. Ну, ты явно, он сюда не вписывается. А ты посмотрела там, который плачет? Нет, я не вижу. Помнишь фильм «Кудряшка Сил»? «Кюрли Сил». Она очень похожа на Сил. Там у нее слезка. Да. Да, ее обидели, бедняжечку. Обидели, какую голову. Она так еще губу оттопырила, как по-настоящему. Не плачь, девочка, тебя кто-нибудь купит. Какой интересный стул, девочки, посмотрите, с розами. Это точно для нас, девочек. Посмотрите, здесь вырезанные розы, розовый бархат. На нем стоит такая вот тоже красивая. Кадушка, что ли? Но сам по себе, и тут уже вырезаны красивые розочки. Стул, конечно, интересный очень. Красота. Да, но здесь там стоит, как бы хочется декорации. Это еще одна спальня. Спальня очень красивая. Мы сейчас им ее покажем. Ты помнишь, как в те времена у нас в шкафах лежали подушки, одеяло? Да, бабушки собирали наследство. У меня вот сразу такие ассоциации пошли. Это тоже какое-то чердачное, да? Да, мне кажется, это здесь по гардероб. Здесь гардеробная комната. Ну, а может быть, даже, смотри, здесь книжки. То есть это какой-то, знаешь, бадуар. Смотри, как расписаны стены. Интересно, да, с этой стороны. С той стороны тоже там фруктики нарисованы. А здесь цветочки? Да. С виноградиком. Интересный такой этот. Вот это кровать. Да, Лариса, это, наверное, одна из самых помпезных спален, которые мы с тобой видели. Ты бы хотел такую? Ну, ты знаешь, это на любителя. Это на любителя. Мне кажется, к такому благохину нужен соответствующий дом. Ну, здесь тоже он не очень почет. Он соответствует, да. Он соответствует. Ну, конечно, у кого-то был очень интересный вкус. Просто так вот сделать себе спальню. Это очень даже интересно. Вот эти две картины такие с двух сторон, смотри. Да, очень подобрано все так. Богато, декоративно. Наверное, вот они сейчас собрали все подушки с кровати, но если писать все эти подушки на этой кровати, то это вообще, конечно, очень интересно. Ну, вот здесь гостиная, посмотрите, вот такая красивая. Она оттечивает. И вот такая необыкновенная. Я не знаю, что это. Что по демонте, нет? Понятия не менее, а можно спросим. Она стоит $1200. Просто мы ее покрутим, а покажем. А женщина такая красивая. Все, наверное, у нее есть маленькая. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Алима, вы брали мне тикет. Я извините. Есть неstrings. Аль Dieser? Надо снимать, посмотри. Какая идея, я не знаю. Первый раз, я знаю какую-то шоу. Кападемочке. Мне кажется, это как подэмонтэ, но просто огромное. Тяжелое. Тяжелое. Но, в принципе, вроде бы вся ценненькая. Очень красивая. Я могу и подняться. Сто долларов. Сто долларов. Красивая старинная чернильца. Посмотрите, она на мрамор. Степлянная здесь. Вот они подставлены. Красивая. Здесь интересная вещь. Мы посмотрим, что это здесь старинное. Вот это очень похоже на старинную вещь. И, кстати, даже вот камни. Посмотри, как красиво сделаны. Они очень кристаллы, очень хорошие. Они похожи на свароскан. Они немножко как бриллианты. Вот это вот красивая вещь. Не знаю, я в сторону отберу. Мы все время смотрим на более, ну, что-то старинное, что мы можем найти. Духи. Это просто пустые флакончики от духов. Смотри, как интересно. Я не знаю, что это свадебная. Это 80 долларов. Да, ну что, какой-то сет. А вот, у него написано. Это Боэмс Хослан. Богемская. Нет, это какой-то просто фирма, но я не знаю. Ну, ты, наверное, свадебная. Видишь, на стол, наверное, когда свадебная. Видишь, вот они. Делают такие вот вещи красивые. То есть это какая-то просто красивая керамика. Ну, мы такую еще не встречали первый раз. Может быть, я вижу, что она написана в Боэмс. 80 долларов. Красивая картина за 225 долларов. Я посмотрю, она прописана здесь. Да, она нарисована маслом. Кстати, очень неплохая работа. Вот эта вот неплохая. И цена. Цена тоже. Нам бы хотелось чуть-чуть подемократичнее. Дорогие друзья, посмотрите, вот такая вот прекрасная здесь татуэтка. Мы не можем ее поднять. Она стоит 1200 долларов. Очень тяжелая. И это Wedgwood. Поэтому такой дорогой 1200 долларов. Я думаю, что это старинный Wedgwood. То есть не современный. Вот такие прекрасные девушки здесь. Держат как бы вот эту вазу. И, кстати, здесь вот такой купидончик. И еще, посмотри, здесь львы. Такие-то, да? Вот очень интересно. Мы вам ее похрутим, конечно. Это ручки от вазы. Да, но даже поднимать я мы не хотим, потому что она очень тяжелая и очень дорогая. В данном случае. Посмотрите, какие здесь прелестные такие коробочки. Мне обратили, конечно, внимание. Посмотрите, это фирма Коупорт, английская. То есть 1978 года. Вот очень красиво сделаны цветы. Вот это орхидеи. Посмотри, какие орхидеи красивые есть. Как они прописаны хорошо. Тоже. Это 80-й год. То есть они разные годы. Вот здесь вот еще одна. И это 82-й год. Просто интересно, мы такие не видели. Миниатюра очень красивая. А что-то есть написано название? Вот я ниже, посмотри. Есть название? Это цветка или что? Нет. Просто написано, что костяной фарфор. И сделано ванглой. Да, шестой агитс. Такой вот домик. Еще раз показываем. Интересный. Идем дальше сейчас. Посмотрим, что там еще есть интересного. Вы увидели вот эту интересную печку. И смотрите, здесь окажется браслетик. А, ну и он пустошек. И лодки есть, я смотрю. Да, лодки, которые там еще не стараются стоять. Ну, много земли. Да. Ну, ты знаешь, что, возможно, это не просто милотворя. Совершенно все заросшие. Ой, смотри, там болото. Кто-то бегает в болоте. А здесь, посмотри, она вся заросшая. И вполне может быть, Лариса, что это остаток от старого дома. Иногда бывает, что сносят дом, но оставляют камень от старых домов. И, скорее всего, это может быть то, что здесь произошло. Они оставили просто от старого дома. Камень. Бассейн обошел. Глубокий. Да. Вот такой вот выход на озеро. Есть даже лодки. Смотри, моторная лодка стоит. Вот эти красивые уточки. Ну, дом прикольный. Еще и на озере. Это мечта любого. О, да. Я с тобой согласна. И, как ни странно, он не в таком... Не пригороди, а в самом городе находится. То есть, они когда-то купили эту землю, и вокруг них вырос вот город. И они казались центром. Представьте, путь очень такой хороший, большой. Посмотрели, мы поближе подошли. Неживность живет. Да, да, да. Полетели. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, в этом доме огромная такая вот комната, которая... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот мне еще, конечно, может быть, мы что-то найдем Вот еще одна тоже, посмотрите Вот такой вот прекрасный юноша даже без клема А, нет, просто почему они наклеили такие ужасные заклейки, чтоно там остаются Но вот она 20 долларов стоимость тоже проверим конечно И вот такая девушка, посмотрите, с овечкой, но у нее, видишь, отбита голова была. Я вижу, видишь, склеишь. Может они все отбить по 8-му? Может быть, они, да, 20 долларов. Наверное, я даже не знаю, какая здесь пара из них, или же они остатки. Внизу, посмотрите, вот это стоит 2 тысячи долларов. Это керамика Bristol 1770 года. Они пишут, что это где-то в районе 1770-х годов. Вот такие там красивые птицы на этой керамике. Просто чуть-чуть осторожненько покрутим. Вот такое дерево. Ну, очень красивая вещь, конечно. И там, посмотрите, еще одна сценка. Такой кавалерс снимает яблочко для дамы. Вы тоже, в принципе, посмотрели. Там нет крема. Но это такое статуэтка есть у Mason. Но это, наверное, конечно, какая-то подделка. Но, в принципе, она в хорошем состоянии. И стоимость, по-моему, Мария, сколько ты помнишь? 40 долларов? Сейчас посмотрим. Я не помню. 40 долларов в этой статуэтке. То есть не так дорого с этой стороны. И вот еще такая интересная в китайском стиле. Мини турина, да? Да, что-то такое. Может быть, для богамуни что-то такое. Здесь несколько более интересные вещи. Вот мы посмотрели. Видите, здесь подсвечники. Вот такие два дамы-кавалера в стиле голубом и белом. Мы одну из них возьмем. Цена написана 1000 долларов. Но мы не считаем, что они должны быть такими дорогими. Потому что там есть... Сейчас вам покажем. Возьмем одну из них осторожно. Перевернем. Так. Я сейчас, наверное, вот так переверну. Здесь написано, что это голубой Дунай, Китай. Фигурка. И знак Мейсона, да? Ставит знак Мейсона. Мы посмотрели, что голубой Дунай дело под Мейсона. Но не Мейсона. Самого. То есть мы... Ну, конечно, 100% карати нет. Может быть, еще посмотрим. Но мы подозреваем, что это не Мейсона, конечно. А под него просто сделано. Но видно даже по... Как они расписаны. Несколько более... Не так, как взяла Мейсона. Там еще очень маленькие. Очень много маленьких фигурок. Они небольшие. По 10 долларов. На них нет клема. Вот есть и такие. Потом там есть... Вот такие вот солдатики. Парочка. Вот еще один. Но тоже интересные. Но они без клеем. То есть непонятно, что это. И внизу, наверное, самое интересное здесь. Это вот настоящая пара германская. Они сходят за 400 долларов. Это... Фолькштадт. Фолькштадт. Мы сейчас вам покажем. Вот 400 долларов за пару. Дорого. Но, конечно, они этого стоят. Представляете, какая красивая статуэтка. Вот здесь так. Со знаком. То есть здесь есть и в тесте знак. И вот. Прекрасно выписано. Я не вижу никаких здесь... Ну, чтобы что-то было сбито. Никаких... Повреждений. Повреждений, да. Пуще, конечно, посмотрим на них. Но цена не дешевая. Они не дешевые для нас. То есть мы подумаем, посмотрим. Подождем. Может быть, они немножко будут... Собьются, но потом. Если их не возьмут, конечно, не купят. Вот эти, наверное, самые красивые, да, Варис? Угу. И там еще есть очень красивые коробки. Самые шкатулочки разные. Сейчас вам чуть-чуть покажем их. Ну, я вот... Да, да. Вот. Смотрите, вот такая. Вот там... Которые вот это. Это лимужская шкатулка. У нас такая была. Которая самая... Это, наверное, тоже лимушка, нет? Да. Ну, давай вытащим. Достань ее просто покажем. Ну, в точности такая же у нас была. Вот. Димош. Франция. 300 долларов. Ммм. Да, дорого. Он за нее просит. Мы купили, конечно, более демократичной в цене. И продали тоже... Ну, не за такую цену. Вот. Ну, этот, который делает эти акционы, он всегда ставит очень дорогие цены на все. А вот эту хочешь? Посмотрим, что за? Тоже. Давай. Привернем ее. Но она даже больше. И это мне расписано лучше даже немножко. Но это не роспись. Это... Рекольф? Да. Тяжело приворачивать. За эту хотят. 400 долларов. Да, непонятно что. Ну, 400 долларов. Красивая вещь. Вот. Ну, и внизу тут смотрим просто. Это Ниппон. Ниппон, да. 400 долларов. Ну, дорого он хочет. Заня за Ниппон. Вот. И... Видно еще тоже. Ниппон. 100 долларов. Но это не полный сет, потому что нет чайника. То есть есть сахарница. Но она красивая. Вот. Не знаю. Мы не очень-то собираем Ниппон. Но кто собирает Ниппон? Вот. Видите, с такими... Да. Золото с такими красивыми пупырышками. Вот у этой фирмы. Уже заклеили. Я не знаю, почему они их тут клеят. Очень нехорошо. Прям на фирму. Вот что есть в этом шкафу. Но самое интересное. Будет в другом шкафу, да, Лариса? Да. Сейчас мы вам покажем. Дорогие друзья, конечно же, вот эта самая интересная пара. Ну, нам понравилась она. Потому что она... Ну, было написано, что это антикварная Jacop Petit ваза. Но мы знаем, что, конечно, ну, как всегда, не весь фарфор помечался. Мы посмотрели здесь обе вазочки и не нашли. Ну, мы еще раз вам покажем. На дне, видите, пара стоит 200 долларов. То есть, наверное, немножко где-то тут что-то есть. Какие-то потери. Ну, вот вижу, может быть, на рисунке есть потери. Ну, конечно, они прекрасные. Прелесть. На всех сделаны цветы. Цветы здесь разные. Вот. С этой стороны посмотрим, они знаковые с этой стороны. Нет, они все разные. Очень красивые. В принципе, 200 долларов не так дорого. Особенно, если она будет еще чуть-чуть подальше до распродажи. Видите, здесь тоже нет ничего. Конечно, это может быть в стиле Jacop Petit. А не Jacop Petit. Но все равно вазы очень красивые. Посмотрите, какая красота. Я еще раз их вот так поверну. Нам они понравились, да, Лариса. Мы, конечно же, про них подумаем. Может, приблизить? Посмотри, как сделаны красивые цветочки. Я могу себе немножко снять? Да не, нормально, нормально. Конечно же, шикарно. Посмотрите, какая пластика здесь на ней. Какая мелкая работа в цветах. И, в принципе, все цветы в хорошей формуле. Вот не вижу ничего будет. Они были разбитые. И, конечно же, они нам очень понравились. Здесь еще один прекрасный представитель фирмы Capodemonte. Здесь написано 400$ as is. То есть где-то здесь немножко, наверное, какие-то потери. Попробуем ее чуть-чуть для вас покрутить. Ну, она тяжелая, она большая. Видите, какая большая. Приворачивать, конечно, я ее не буду, потому что она тяжелая. Вижу, что трещинки вот здесь на основании. Красивая, опять, с рэмс. Вот здесь тоже есть линия. Да, что-то она где-то распалась. Ну и, конечно, там прекрасная картина такая, 16-го года художника. И вот здесь стекло в греческом стиле. Голубое с золотом. Может, какая-то греческая тема, да, идет. Очень красивая. Еще одна прекрасная вазочка. Посмотрите, здесь кобальт и золото. И здесь дамы и кавалеры. Это наша тема, которую мы любим, да? Вот эти дамы с кавалером прекрасные. Вот здесь, смотрите, лимошь, 22-кратное золото. И, в принципе, цена довольно-таки демократичная. Мы подумаем об этой, да, Ларис? Угу. Смотрите, нам сказали, что вот это курс дизайн. Вот, видите, она делает такие серебряные красивые игрушечки. Разнообразные. Ну, смотрите, таким даже с опалом. Очень интересная. В виде стекозы, в виде бабочек, цветочка. Красота. Да, красота. Смотрите, какая тоже еще одна красивая лампа. Здесь вот такая девушка качала. Сейчас не качала. Просто красота. А качелька качается? Надо проверить. Да, полилась. Но мне кажется, что да. Она уже продана. Она была на 100 долларов. Кстати, какая хорошая цена для такой лампочки. В этом доме очень много военной тематики. То есть вот таких различных солдат, офицеров на конях, на лошадях. Вот одна из них стоит 150 долларов. Вот еще здесь в этой холле целая галерея этих различных картин. Вот такая вот. Гвардеец какой-то. Другие там лошадь и так далее. Очень интересная. И красивая лампа. Здесь еще одна красивая лампа в таком стиле арт-уко. 100 долларов. В принципе, неплохо. Вот посмотрите здесь. Тоже целая коллекция вот таких литографий военных на конях. Посмотрите, там с ним колокольчик. Это мужчина надел колокольчики себе на ботинки. И ходит. И мы сказали, о, классно. Он говорит, да. Говорит, я хожу, раздражаю свою жену в колокольчик. И не только жену, и всех окружающих. Мне кажется, и всех окружающих тоже, да, Ларис. Это по теме коней, да? Да. В этом доме несколько спален. Вот одна из них. Посмотрите, нам, конечно, понравилась. Здесь ковер. Вот его уже купили за 350 долларов. Вот, по крайней мере, этот большой. То есть, который вам показали раньше. Они были очень маленькие, дорогие. Здесь побольше. И вот там интересная картина, Ларисе, можно показать. Вот там за 200 долларов. Это по панчес какой-то. Ну, такая, в интересном. Такой сейчас. Мужчины, женщины найдут. Какой-то лес. В общем, буты. И лапы здесь за 50 долларов. Вот опять мы зашли в комнату. Это спальня тоже. Еще одна спальня. Мне уже нравится здесь, смотри. Вот этот красивый светильник за 100 долларов в виде ангелочка. И вот мы обращаем внимание всегда, конечно, когда фаршеры. Майка. Это стекло называется майка. Вот такое вот немножко затемненное, да. Очень интересная. Еще там одна есть тоже лампа. А шкаф? Шкаф. Это, кстати, для ювелирных украшений. А может быть и нет. Я не вижу. Обычно бывает там много различных. Это может быть бельевой шкаф. Да, бельевой шкаф. Вот. Но такие же бывают и для украшений. И здесь у нас лампочка тоже за 140. Такая в китайском белом-белом стиле. Картины за 100. Ну, что-то абстрактное, современное в этих картинах. И вот красивый текстиль. Можно показать. Потому что некоторым нравится смотреть текстиль. Это в какой-то теме сделано китайское. Это для стола или что? Мне кажется, это для стола, да. Такие большие. Салфетки? А, нет. Это эти наволочки. Это наволочки. Ммм. Интересно. Это шелковая. Наверное. Посмотрим, это шелк или что. Кстати, очень красивая. Даже можно подушки себе надевать. Не обязательно на кровать. Можно такие подушки сделать. Ну, это как кровать покрывать. Специальный набор. Ну, да. Подожди, давай. Что здесь у нас? Вот одна подушка. Потому что это интересно. Такие виды. Вторая подушка. Там еще рыбки. Это класс. Да. Очень красивая, кстати. Просто наволочки, да? Совершенно новые не пользовались. Ой, сколько же их здесь. А вот здесь уже что-то другое. Это покрывало, наверное. Это, наверное, уже покрывало. Покрывало. С такими рюхами золотыми. Как богато смотрится, ребята. Это красиво. Китайский стиль. Кто любит. И это вообще, ну, явно, что они его не использовали совсем. Но покрывало какое-то небольшое. А! Вот оно дальше идет. Угу. То есть, я не знаю, какое оно что-то. Ну, вот на эту кровать будет хорошо, я думаю. Оно большое. То есть, вот набор. А внизу еще... С журавлями. Это раннер, наверное. Нет? На стол. Вот посмотрим, что это. Ну, это просто, да, действительно, что-то, наверное, скорее всего, на стол. Или тоже, может быть, на кровати. Как бы внизу. Или просто сверху такой вот. Вот тут очень много всего вот этого интересного. Тоже покрывало. Тоже в таком индийском даже стиле. Смотри. Что-то здесь есть какое-то. Да. Made in India, по-моему, написано. Да. Сделано это симба. Очень красивые индийские, конечно, текстиль. Он хороший, считается. Натуральный, как бы, да? Очень красивая. Вот эта вот. Совершенно новая. Как раз наш цвет. Да. Красный. Красиво. Мне нравится. Не знаю, какая цена. Цена не написана. Ну, вот эти вот. Текстиль красивый здесь. Первый раз такой красивый текстиль мы с тобой видим. Еще нам понравилось. Посмотрите, какая тоже интересная тумбочка. И, в принципе, она не такая всего 100 долларов. Но сделана она, может быть, она современная, но сделана как в старинном стиле. Посмотрите, как будто здесь дополнительное дерево, рисунок. И даже, смотри, у нее вот эта часть сделанная. Вот кожа как-то. Бывает кромки. Посмотрите. Конечно, он современный. Это видно сразу. То есть он современный, сделан под старинном стиле. Очень симпатичный. Очень симпатичный для... Ну, по цене симпатичная цена. И вот здесь, я думаю, было в какую-то... Они хотели сделать комнату более в китайском стиле. Угу. Мы видим здесь элементы эти. Смотрите, сколько галстуков. Бери, не хочу. Называется. Да. Видно, кто-то действительно любил галстуки и ходил, потому что работа была где. Требовался, главное количество галстуков. Смешной такой, смотри. Давай посмотрим, насколько он с вами. Вот этот, значит, с арбузами. И какие-то тут... Мурашки. Мурашки. Мурашки какие-то. Что за фирма? Непонятная. Вот эта фирма Гант. Это, я более знаменитый знаю. Он такой классик. Стиль. А что здесь еще? Вон Дэйн. Взять. Вот такой вот есть. Вот этот вот интересный, да? Смотри, Либерти. Угу. Есть с собачками. Вот такой вот. Угу. Кто любит собачек, да? Классно. Да. Так. Что еще тут у нас есть? Какие еще более интересные. Вот еще. Это Рождественский. Смотри, как раз сейчас. Угу. Не хочешь прикупить вам? А, у него есть покруче. Я видела. Я помню. Вот такой вот хороший летний, да? Гант. Это хорошая фирма. Мне вот эти понравились. Бабочки, смотри. Да. А сейчас посмотрим на бабочки. Вот. Ага, да. Посмотрим на этот. Зелененький цвет. Зелененький цвет. Сочетание с голубым. Зелененький цвет. И это что у нас за фирма? Брукс Бразерс. Брукс Бразерс. Это силка. Чистый силка. Шелк. Классно. А вот это смотри. На все праздники его были. Это надень Святого Валентина. Ну вообще. Смотри, да. Это, наверное, он за всю жизнь накопил. Битлз, кстати говоря, фирма. Интересно. Так. Ну да. Я думаю, что да. Хотя, может быть, знаешь, у женщин бывает страсть там. Вот такая классика жанра. Бэмбэй. Ну, я думаю, допустим, что-то, какие-то, может быть, украшения. То для мужчин, конечно, это же тоже украшения. Да. Тем более, если он был представительным мужчиной. Да. Да. Смотри, вот такие вот. Что это за фильмы? Да. Не знаю. Не знаю. Много, конечно. Не нанеси. Даже не просмотрим. Вот терки, пожалуйста. Еще один. То есть на все праздники. Это на Thanksgiving, да? Да. На нос. Да. Вот интересные. Это такой арт. Деко. Это если пойти в музей. На нос. Я не знаю. Давай, может быть, еще парочку покажем. Это разнообразие. Вот смотри, какая. Бизоны. Угу. Извиня. И фирмы тут одни и те же. Ты заметила? Может быть, все, не знаю. Может быть, с какой-то у него было. Ну, может, ему нравился этот бренд. И он. Такая классика. Жанр Гант. Ганты, это видно, что более классические такие. Но никаких слишком шикарных фирм здесь не вижу. Да, Ларис? У нас бывали. Надо купаться. Да. Фьер Карден у нас был один раз. Вот эта шелковая тоже чувствуется. Немножко в стиле мамы. Ну, все. Ну, хватит. Хватит. Вот еще последний на Деда Мороза. Да, это как раз. Обязательно. Сейчас тема эта очень хорошая. Такой Дед Мороз. Фирма Хо-хо-хо. Ха-ха-ха. Дорогие друзья, здесь есть кухня и prep kitchen. Как они называют? Вот это prep kitchen. То есть, такая дополнительная, ну, как бы здесь, ну, как пленчей, то есть, как... Ну, складской, да. Склад для перед кухней. Так и вот, что вы готовитесь. Можно быстренько. Как видите, здесь обычно в дорогих домах это есть. Вот здесь очень много серебра. Ну, вот в прошлый раз хорошо тоже купили серебряные вещи. Мы, конечно, посмотрим. Ну, вот здесь наборчик за 130. Это Роу Долтон, кстати, 150. Ну, я вижу, что да, здесь... Это же золото, да, такое слезо? Да, немножечко они... И здесь есть десертные тарелки, блютсы и чашки. А чайник же нет, да? Чайник нет. Есть сахарница и есть молочник. Дорогие друзья, вот здесь такой наборчик фирмы Наритаки. Форола называется этот дизайн. Ну, мы видим, только одна, почему-то чашечка осталась. Здесь только можно надеть в другом месте. Вот блюдце. Здесь есть маленькие блюдечки. Вот еще блюдце для чашечек. Там десертные блюдца. Смотри, какие здесь прикольные зайки, да, сделаны. Для раковины, да? Да, для раковины, да. Интересно. И обои. Обои очень такие яркие. Столько шкафчиков, слушай. Шкафчики мне нравятся никак. Красиво формула окошко здесь. И очень много тоже вот здесь, посмотри, вот серебра. Огромное количество. И вот здесь у меня серебра. Конечно, встроенный шкафчик. Здесь много серебряных. Вот это, кстати, красивое. Вот это почему-то нет крышки. А вот это вот интересно. Потому что всегда обращаю внимание, как он сделан. А это у него на конце? Это что? А, это наклейка. Это наклейка. Господи, что это? Не знаю. Посмотрим. Фирмы я не... Никаких маркировок я не вижу на ней, к сожалению. Самая дорогая лампа в этом была на 700 долларов. Но она, конечно, этого и стоит. Потому что здесь опять майка глаз. То есть стекло, как бы, вот такое специальное стекло. Называется майка. И оно не только на абажуре. Посмотрите, оно на собой лампи. Здесь какие-то такие сцены из арабского мира. Да, верблюды. Верблюды. Что-то такое, да. Верблюды какие-то. Как кочевники или что. Я не знаю. Очень красивая лампа. У нас стоило на 700 долларов. И какой вид! Ты видишь? Замечательный окно. Я не перестаю смотреть туда. Какая красота. Какая красивая кухня. Замечательная просто кухня, ребята. И посмотрите из нескольких комнат. И, конечно же, на их бассейн внутренний. Никанин, а смотришь, что там? Да, всё, давай говори. Это наш Дулёвый мы нашли. Сейчас смотрим, получится ли или нет. Посмотрите на кухню, что мы нашли. Похоже, это Дулёвский набор. Да, мы посмотрим. Ну, вроде бы да. Вот такие красивые тарелочки. Посмотрите здесь. У нас сыр Балвария. 100 долларов они за штуку хотят. Вот такая красивая тарелка. У нас такие есть тарелки, понимаешь? Да, у нас, похоже, есть. Очень красивые у нас 100 долларов. Они, конечно же, прекрасные. Дорогие друзья, посмотрите, какой прекрасный дом. Здесь не только выход на озеро, но у них бассейн. Причём бассейн не снаружи, а внутри. То есть здесь можно будет купаться. Ну, пила круглый год. Вот такая прекрасная, огромная комната. Бар, как вы видите здесь. На баре интересные лампочки. Может, пойдём посмотрим? Пошёл. Да. Мне нравится то, что камнем так сделано. Красиво. Да, очень красиво. И потолок, он такой срезанный. Да, здесь вкусно там ниже. И, кстати, там окна тоже, смотри, они все прорезанные. То есть видно потолок. А лодка для чего? А лодка для декорации? А лодка для декорации? Ну, и для прикола может быть. О, смотри. И это джакузи здесь. Глубокая, смотри. Глубокая джакузи плюс бассейн. Ну, очень красивый, конечно, дом. Превосходная. Посмотрим, что здесь за лампой. Вот этот я сразу вижу. Очень интересная. Это, может быть, такая более старая лампа. Посмотрите, вот здесь есть. Кстати, недорогая, всего 40 долларов. Но здесь хорошая, такая красивая бронза с позолотой. И, смотри, здесь даже флюделис наверху. Ну, такая приятная ваза. Может быть, сменить торшечку. Мы вот приели почистить его. Вазь, извиняюсь. Лампа. Да. Такая лампочка. Здесь у меня это более современная лампа. Она лёгкая. Мне кажется, из кирковой. Вот из этих двух, да. Лучше, конечно, это более интересная. Ну, а это просто очень cute. Посмотри, как красивая. Красивая у меня здесь керамика. Она на такой подставке. То есть, приятная лампа. Дальше, более современная. Я сразу вижу, что лёгкая такая. Тест лампа была 60 долларов. Это 50. Но она тяжёлая, кстати говоря. То есть, я не знаю, что это. Но это очень тяжёлая. Потому что сначала лёгкая. Она очень тяжёлая. Нет, это больше всего. Да. Вот эта. Ну, она самая дорогая. Ларис, 100 долларов. Потому что она в таком арт-стиле. Да? Девушка такая. И вот эта, смотри, тоже красивая. Да. Здесь тоже красивая. Вот эта. Посмотрим. Черепаший панцирь, да? Черепаший панцирь, да. И вот там тоже внизу красивое керамическое. Просто так снимем. Очень блестит. То есть, очень хороший glaze. Или как это сказать. Но покрытие керамики. Блеск, да? Да. Вот эта глазурь очень очень хорошая ярко. Ну, с этой стороны, может быть. Здесь также есть ковры. Мы можем пройтись по коврам быстро. А обычно у этого продавца очень хорошие ковры. Дорогие. Вот этот вот. 300 долларов. 300 долларов. Кстати, он совсем маленький. Не так дорого. Вот 300. Вот этот ковер у нас. 200 долларов. Вообще малюсенький. Два шага, наверное, можно на нем сделать всего лишь. Этот ковер 200 долларов. Он побольше. У нас все приблизительно на такие небольшие коврики. Этот тоже 200 долларов. И вот у них можно показать здесь. Какой красивый выход к озеру. Конечно, у них причал водочный. Вот такой вот вход через калитку красивый. Супер. И там стоит, мне кажется, даже парусник. Да, у них есть. Стоит. И там, с другой стороны, парусник стоит. Ты хочешь так? Я вообще люблю, когда бассейн внутри дома. Потому что можно купаться весь полон. Хотя, конечно, не раскупаешься, потому что не проплаваешь весь полон. Но, в принципе, можно. Просто туда-сюда. Вот здесь еще одна лампа. Наверное, самая красивая. Здесь она стоит того 120 долларов. Посмотрите, какая у нее прекрасная ножка. Она очень тяжелая. Вот такие элементы, мне кажется, сделаны цветы. Это подводные линии. Вот. Наверху, посмотрите, у него есть стеклянный абажур. Ну, в общем, вот эта самая дорогая лампа. Но она того и стоит. А это что такое? Смотри, сундук глининый. Ну, какой-то глининый сундучок 150 долларов. Я, в принципе, не знаю. Стерракоты. Может быть, что-то мексиканское. Мне кажется, для декора просто туда ничего не положишь. Может быть, декор, да. Иногда бывает, что это декор. Вот такой интересный здесь шкаф в виде лодки. Посмотрите. Здесь интересная керамическая рыба кит. Да, Лариса? За 20 долларов. Прикольная. И там еще сосуд за 16 долларов. Такой декоративный. И надежонок. Вот это вход и на второй этаж лестница. Сейчас мы на втором этаже. Вся комната. Посмотрите, здесь очень много прождественских, всех праздничных различных декораций. Мы, конечно, сейчас посмотрим быстренько. Очень много зайцев. Посмотри, какое количество зайцев в Аризе. Я первый раз вижу огромное количество зайцев. Здесь весь шкаф. Ну, конечно же, это современные зайчики. Керамические. Там, посмотри, сколько их. Я знаю одного человека, который любит зайчика. Но я не скажу, кто это. Да. О, смотри, на этот похож. Да, эта фирма Хэран похожа очень. Может, это он? Посмотрим, сейчас проверим. Но я сомневаюсь. Дорогие друзья, посмотрите, вот здесь вот керфы. Фирма Марк Роберт. Сегодня мы вам покажем. И они здесь 15 долларов. В принципе, они дороже намного. Но они, конечно, уже не в упаковке оригинальной. Вот есть такой. Вот есть такой на подставке. Положила вот так? Да, сейчас покажем. На подставке. Есть вот такой вот. Смотрите. Вот этот, кстати, большой. Наверное, будет самый дорогой, Ариз. Да. Потому что он большой, очень красивый. Ну и здесь какая-то дама. Червей. Да. Снова наша любимая фирма. Официн Фольд. Посмотрите. Ну, немножко, конечно, с потерями. Поэтому не такая дорогая. Но вот очень красивая. Ну вот, да. Здесь вижу, сколотая. У нас в чем проблема с керамикой. Она всегда немножко, конечно же, колется. Вот это 16. И вот такой вот индюшка такая тоже. Не знаю сколько. 22. Интересные две тарелочки здесь. Посмотрим, что это за тарелки. Мне кажется, Лимов. Да. Посмотрим, что это. Новая Орлеан. Да. Не может. Да. Вот с такими купидумочками красивыми. Мишка. Ооо. Далее. Здесь тоже интересно. Ну так хорошо сочетается. Да. Красиво. Посмотрите, какой открывается вид на озеро. Очень красиво здесь. Видите, все дома. Они расположены вокруг этого озера. И это озеро. Оно имеет несколько таких залиточков красивых. И, конечно же, все, кто здесь имеет дома на озере. У них у всех есть лодки. И прекрасно можно проводить время. Круглый год. Озеро, конечно, здесь не замерзает. Вот сюда. Вот такое. Видите, какое оно большое. Оно туда идет дальше. Но оно очень такое. Знаете, что оно большое. Оно такое интересное. Потому что, видите, в нем есть вот там небольшой островок. Заливчики, острова. И, в принципе, такое оно прекрасно. Здесь, конечно же, можно и рыбу ловить. В принципе, все можно. Сегодня волны. Да. Сегодня мы прямо не озеро, а море у нас здесь. Красота. Прекрасная погода. Немножко прохладно. Точнее, немножко ветерок, но не прохладно. Тепло. Наверное, плюс 15. Угу. Тепло. 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 Тепло.